Мои родители не приняли бы ребенка, поэтому я оставила его в роддоме. Я приехала сюда на заработки, я не замужем. Стала жертвой обмана и вынуждена была бросить своего ребенка. Это основные причины того, почему матери отказываются от своих детей. Первое – это неответственность, то есть практически отсутствие ответственности перед родителями. Там же не только женщина оставляет, а в целом семьи есть, которые оставляют. И будучи, имея отца и матери, ребенок остается в детдоме. Второе – окружение. Третье – знаете, когда человек находится в чужой стране, на заработках, и когда у него нет, скажем, людей, которые бы контролировали бы, а что ему делать? Ему надо работать, зарабатывать деньги. На самом деле никто не знает, сколько таких брошенных детей за границей. Официальные данные сильно разнятся с реальными цифрами. Оно и понятно – в СМИ или в криминальных сфотках фигурируют мигрантки из Центральной Азии, которые продают своих детей. И лишь единицы попадаются на этом преступлении. Если обратиться к статистике, то по данным Министерства труда и социального развития, с 2011 года из Российской Федерации в Кыргызстан всего было возвращено 98 детей трудовых мигрантов. Из них 17 детей были возвращены в их биологические семьи. 45 усыновлены и 12 находятся под опекой. Остальные 23 воспитываются в детских домах. Накануне при совместной работе кыргызских и российских чиновников в республику вернули шестерых брошенных в Москве младенцев. На сегодняшний день состояние этих детей стабильное. Сосуд хорошо. Мы сейчас кормим их молочной смесью, они высасывают норму. Дети бодрые, сейчас спокойные. Первые дни были, конечно, после перелета дети были беспокойными, плаксивными. А сейчас состояние стабильное. Одного из шести возвращенных на родину младенцев родственники уже в аэропорту забрали к себе. Судьба остальных пяти пока неизвестна. Две девочки и три мальчика в настоящее время находятся в Бишкекском доме ребенка. Как отмечают медицинские работники, состояние здоровья всех детей на сегодняшний день удовлетворительное. Остальных пяти детей мы будем искать родственников. Здесь в Кыргызстане. Если родственники дадут согласие на усыновление, на опеку, мы передадим их. А если нет, то они останутся там, тоже будут переданы в другие семьи по желанию усыновителей. Проблема брошенных детей за рубежом – это проблема государственного уровня. Ведь не от хорошей жизни кыргызстанцы отправляются на заработки, в ту же Россию. Но чиновникам принято отмалчиваться. Стыдно или безразлично. А брошенные дети стали заложниками этой системы. Бегаим Бегалиева, Нурмухамбет Абдимаджинов. Новость Ошперим.